В данном видео мы с вами рассмотрим, как зарегистрировать почтовый ящик mail.ru. Итак, для начала я рекомендую записать все данные, которые мы будем использовать для регистрации. Это можно сделать либо в текстовом документе, либо на бумаге, либо, допустим, воспользовавшись программой Word. Итак, я в принципе выбрал для записи обычный блокнот, значит, написал почта mail.ru. Дальше пишем, в принципе, имя, фамилия. Я буду использовать стандартные. Так, дальше нам надо придумать логин. Хотя часто система нам его предлагает. Давайте что-нибудь. Вот такое вот собачка mail.ru Придумываем пароль. Так, и в принципе еще вопрос секретный. И ответ на него. Как я говорил, вопрос-ответ могут быть любыми абсолютно. Даже, в принципе, числовыми. Не имеющие никакой взаимосвязи. Когда вы придумали эти данные, записали себе обязательно, уже можно приступить к регистрации почтового ящика mail.ru. Заходим на сайт mail.ru и с левой стороны вверху, где форма входа, находим регистрация в почте. Далее открывается форма, которую мы должны с вами заполнить. Давайте, в принципе, начнем заполнять имя, фамилия. У нас уже готовые данные. Мы их можем просто копировать и, в принципе, подставлять в нужные разделы. Вот так мы, в принципе, поставили имя, фамилию. Далее выбираем дату рождения. В принципе, выбираем город. Пол. Мужской или женский. Почтовые ящики. Здесь нам, в принципе, система может подсказать несколько вариантов. Но, видите, мне сейчас не подсказало. Если у вас вылезет здесь приблизительные варианты какие-то, вы можете выбрать. Обязательно тогда запишите себе. Так же самое здесь есть разные домины. Mail.ru, bk.ru, inbox.ru, list.ru и mail.ua. Так что, смотрите, в принципе, можете выбирать по желанию. В принципе, я уже здесь выбрал логин. Я его сюда вставляю. Видите, ящик с таким именем уже существует. То есть, нам надо, в принципе, что-то добавить. Либо циферку. Видите, пятерочку добавил. И, в принципе, все подошло. Здесь я редактирую, тоже добавляю. Так, дальше у нас идет пароль. Видите, пароль. Задайте сложный пароль. Использую строчные буквы, большие цифры. И специальный символ. То есть, здесь разрешаются специальные символы. Поэтому, в принципе, мы можем использовать пароль со всеми разными значениями. Вставляем. И ниже повторяем. Видите, уровень сложности средний. Бывает такое, что если у вас совсем слабый пароль, то система не пропустит регистрацию. Дальше, смотрите, здесь предлагается указать мобильный телефон. Если вы не хотите указывать мобильный телефон, нажимаете, у меня нет мобильного телефона. И, в принципе, это окошко пропадает. И нажимаете зарегистрироваться. Дальше появляется вот такая вот капча. Нужно сюда ввести. И нажимаем готово. Далее появляется вот такое вот окно. В принципе, мы можем тут нажать крестик, его пропустить. И мы здесь уже находимся в своем почтовом ящике. В принципе, с правой стороны есть кнопочка выхода. Есть меню. И, в принципе, можем использовать данный ящик для своих целей. Спасибо за внимание. И до скорой встречи в следующих видеороликах. До скорой встречи в следующих видео.